Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в игру под названием АСКО, и в прошлой серии мы построили наш первый длинный дом. Хотя он на длинный дом не очень похож, больше похож на высокий дом. Может быть мы можем пристраивать один к другому? Кстати, да, у нас есть большая пристройка и небольшая пристройка. Но, к сожалению, у нас места пока нет, за пределы забора я расширяться, наверное, пока не хочу. Ну и мы его сделали таким, да, это не прям битком набитое общежитие, скромненький дом всего лишь на 8 жителей. Чуть-чуточку больше, чем мы размещали в наши старые дома. Потому что в эти дома многие зрители у нас по 12 человек запихивают и... Да, не жалея, бедолаг. Но этот дом мне как-то нравится больше, он более какой-то уютный получается, чем длинный дом наш. Вот, но... По параметрам очки уюта, да, здесь всего лишь у нас 45. И здесь у нас аж целых 250. 200, пока не 250. И это у нас еще внутри не построились перегородки, которые тоже уют дадут, камин там и все-все-все. Вот это стол тут я даже решил поставить. То есть можно было, да, больше кровати поставить запросто, но я не хочу больше. В общем, я хочу, чтобы было приятно. А вот, еще, кстати, мы, наверное, можем разместить здесь деревянный алтарь, мне кажется. Да, запросто. Мы здесь убирали, потому что нужно было место для дома. А теперь мы можем снова поставить. И это еще даст буст по очкам уюта. И, наверное, мы еще один можем здесь поставить. А на эти алтари только по три жителя могут присесть, поэтому их нужно строить больше. У нас там 4 штуки есть. С этой стороны поселения. Тут у нас, конечно, еще дровишки валяются, несобранные. Ну, блин, да, тут в плане сбора ресурсов хочется еще склад-то сделать. Но я даже не знаю, куда мы его всунем. Чтобы больше дерева помещалось там всякого разного. Отдельно сделать для хранения березовых бревен и этих палок. А то все обычными позабивали, да, и... Ну, тут надо подумать. Но в любом случае, у нас сейчас лето. Да, уже идет полным ходом. Мы за прошлую серию всю весну пережили. И скоро зима. Нам надо снова делать одежду. Вот эти вешалки наши все еще не починили на момент записи видео. Я не знаю, почему здесь вот эта вот одежда лежит. Как она здесь оказалась? Снизу там случайно нет? Есть еще один капюшон. Но тут постоянно что-то где-то да лежит. Потому что работяги выбрасывают все постоянно. Так, ну да, давайте мы... У нас сейчас новые жители есть. Два человека. И новые еще появятся за эту серию, я думаю. Поэтому мы сделаем всем новую экипировку. По две штучки пока что. Льняную экипировку, да, самую такую простенькую. Ааа, вот куда наша вся кожа ушла. Погодите, погодите. Ага. Сорок два. Хладостойка шестьдесят три. Ну давайте тогда уж такие мы... Мы таких много не сделаем. Все равно, да? Ну ладно, давайте пока такие у нас. Не так много кожим. Так. Одежда простая. За эту серию успеют немножко сделать. Немного оденем жителей, да? И потом снова отменим. И будем ждать пока поремонтируют. Защита от дождя. Семьдесят два. Хладостойкость. А тут у нас... Ну капюшон поинтереснее, как ни крути. Хоть и ресурсов на него побольше. Но все равно капюшон этот классный. Так. Ну и штаны нам надо. Да, вот такие штаны. Две штуки. И перчатки. Перчатки. Они небольшой бонус к хладостойкости. Но все же дают. Вот. Волокна у нас сейчас очень много. Всех ресурсов мы для всей этой одежды запросто наделаем. Давайте посмотрим, чего ему не хватает. Мне нужно место для изготовления. А. Он уже две накидки сделал. Хорошо. Хорошо. Я, наверное, тогда закину сейчас... Вот это вот сюда сразу. Один капюшон. Может быть, сразу пойду. Сейчас кому-то надену на голову. Где там кто у нас спит? Наверное, еще этот... Один из новых ребят. Нет. Уже проснулся. А. Вот он. Давай. Т. Торговля. Держу тебе капюшон. Держу тебе капюшон, говорю. Зачем тебе так много? Ладно. Я не задаю глупых вопросов. Пошли. Пошли собирать сейчас солому. Я хочу построить кровати все. Пойти потихонечку работать дальше над дорогой. В сторону шахты. И соберу еще крови йотунов по дороге. Там довольно много камней. Вызовем еще жителей. И телегу, кстати... Можем, наверное, заказать телегу. В принципе. Где там у нас телега? Гвозди у нас есть. Эти ресурсы тоже, в принципе, скоро будут. Ой, как потемнело. Жесть. Давайте мы вот здесь телегу закажем. Хотя бы одну себе. Чтобы как раз... Пока я буду дорогу делать. Может быть еще и железо притащим. Гвозди должны быть. Я за рудой сходил. Так. Ну, я пошел пока на берег. За соломой. Обязательно надо набрать много соломы сейчас. Надо было только повыкладывать немного. Так. Телегу доделали. Молодцы. Работяги наши. Ну... Ух. На ремонт два камня надо. Веревки. Ну, веревок я только что надел. Загрузил тут на склад. Давайте посмотрим. Вот она телега. Сколько в тебя помещается? Довольно много, да? По сравнению с санями. Телега намного, конечно же, лучше. Это совсем другое дело. Надо выкинуть будет, кстати, вот эту вот смолу. Так. Кью. Впрячься. И... Уп. Так. Интересно. Интересно. Можно... Как мне обратно? Ага. Окей. Развернулись. Развернулись. Ну вот. И по дороге так можно идти, конечно. Да. Хорошо. Ага. Чтобы открыть ворота, нужно... Ну... Это, конечно, печальная фигня. Так. Тут у нас, кажется... Трава не должна быть. Да. Так. Стоп. Прежде чем мы пойдем... Заниматься дорогой... Я все же хочу построить метки патруля. Вот здесь. И по периметру... Да. Да. По... По периметру всего нашего поселения. Возле ворот, в принципе. Плюс-минус. Перед воротами немного. У нас все равно одни бойцы ближнего боя, да. Поэтому нам не надо... За воротами прятать никого. Местами дорожка не до конца сделана, да. Есть еще пробелы. Так. И вот сюда обязательно. Плюс... Тут нападение может быть, конечно, еще на вот эти здания. Наверное, надо все-таки как-то сделать забор. Продлить немного. Давайте мы подровняем. Чуток хотя бы. Так. Это будет большой перепад. Блин, тут... Да, короче, надо выровнять сначала вот так. А нифига не выровняется. Да, отлично-то как. Ну, хоть что-то. Ладно. И... Как мне тут спуск сделать? Просто мотыгой долбить, да и все. Да там как-нибудь подровняется, может. Да, может, сверху вот тут, да. Вот так мы его расплюскиваем. Ну, в принципе, получше, конечно. Но все равно как нам, блин. Железо закончилось, да? Бывает. Так, и наверное надо сделать ещё Вот так вот поднять И здесь мы наверное забор протянем Просто у нас портал получается прямо вот тут Они могут не по дороге пойти Будет не очень Так, это мы удаляем А теперь давайте попробуем Немного понизить здесь что-то как-то Ну, хреновенько Всё равно довольно большой перепад высоты получается Ну давайте попробуем Что у нас выходит В принципе пойдёт Ну Тоже Пойдёт видимо Давайте тут сделаем ворота на всякий случай ещё Вот так Уж очень хорошо всё-таки агрят на себя заборы Сейчас им прочность с заборчиком чуть-чуть ещё подняли В одном из прошлых обновлений Так что надо строить Так Ну, типа Окей Окей Мне не очень нравится, что тут получается в плане заборов Но Что поделать Так Тут я, наверное Вот так сделаю Ну и пока хватит, наверное В принципе, если уничтожат Казармы до стрельбища Это не так страшно На стрельбище опять Лук закончился у стрелка Стрелы Стрелы вроде есть ещё в запасе Лук, наверное, закончился Так, хорошо Но это ещё не всё Нам надо ещё построить несколько Можем камень закинуть сразу Несколько меток для патруля На эту сторону Так, так, так Вот сюда Тут у меня вот эта старая метка есть Но Я её, наверное, даже Просто-напросто разберу Вот сюда Разобрать И, наверное, ещё дальше Немного На всякий пожарный И просто по кругу Сделаем патруль Да, как вариант Вот здесь Где-то метка патруля будет Потом можно К каким-то из этих казарм Добавить И, наверное, где-то вот здесь Вот ещё тоже рядышком Единственное, что На каждой метке Жители наши будут Какое-то время стоять Там, по-моему, минимум час И это может, конечно, не очень хорошо быть Так, ну хорошо Это всё дело построят Без моего участия Я пока пошёл Хоть и ночь, но пойду Потихонечку в сторону шахты Делать Блин, да Сейчас нападение, конечно же, будет Когда же ещё? Как только я пойду В шахту копаться Сразу надо нападать Так, где водичка у нас тут? Давайте попьём А, у меня там компоты есть Хорошо И... Надо взять ещё с собой Немного инструментов Дорожных Мотыга И пара вот этих вот Дорожных, да Всё Теперь впрягаемся в телегу И пошли Потихоньку по дороге Собирать Кровь йотунов Вот это мне не нравится Висящий в воздухе куст Серьёзно Типа А, во, хорошо Окей И погнали По дорожке Красота Жалко на телеге Нет фонаря О, боже мой Это было бы круто Хочу апгрейд телеги Есть же апгрейды зданий Всяких Хочу апгрейд телеги Чтобы можно было Фонарь на неё поставить Это было бы просто Кайфово Так Хорошо Вот тут у нас Дырка Так Давай Задний ход О, нет Заднего хода нет Я понял Окей Пойдёт Пойдёт Так Есть тут камни Уже Нет нам дальше Семьдесят четвёртый день Наступил За Сутки Я успел Практически Довести дорогу До шахты Чуть-чуть ещё Осталось Маленький отрезочек И Собрать целую кучу Крови йотунов На троих жителей Нам, наверное, хватит этого Давайте сейчас Мы, наверное, пойдём На склад Разгрузимся На Вот этот вот Склад Так Камней Целую кучу Тоже набрал Они нам Определённо Нужны Блин Тут всё тупо Забивают Смолой Этой дурацкой Нам Нам надо Отключить Это у нас Хранилище Для маленьких Ремесленных Штук Хранилище Для Маленьких Нет Маленькие Плотницкие Для маленьких Ремесленных Материалов Стоп Не Погоди Не там Вот тут Для Маленьких Ремесленных Материалов Здесь Мы Убираем Полностью Смолу Она Нам здесь Не нужна Вообще В принципе Здесь и лён Тоже не нужен Потому что Для льна У нас есть Свой Этот самый Но Это такое Уже Пойду Утоплю Всю эту Смолу Куда-нибудь Так И Выгружаем Из телеги В принципе Всё Наверное Сразу Вот это Камни Большие Как мы Сделаем Я пока Сюда Скину А там Разберутся Наши Работяги Если что Где там Камни Нужны Будут Может Так Хорошо Камни Сейчас Выгрузим Почти Окей Так И Хранилище Для крови Что у нас Тут Выходит Так Три Четыре Пять Берём И идём Вызывать Ещё На двоих Два камня Ещё можем Короче Почти На четверых Жителей Крови Я набрал Хорошо Отвращение К сырости Давайте Этого Возьмём Наверное Хотя Хуже Хуже Работает Когда Сыр У нас Всё время Почти Сыр Ладно Давайте Этого Возьмём Посмотрим На него Так Что у меня По инструментам Мне Одной Мотыги В принципе Хватит Но я Наверное Лучше Возьму Ещё Одну Мотыгу И ещё Одну Это Самую Ещё Один Дорожный Инструмент На всякий Случай Надо Хорошенько Поесть Как У нас Дела С едой О Тут Уже Начали Да Супчики Пошли Вкусные Хорошие Супчики Надо Было Мясное Сесть Что-то Я не Подрисло Съем И так Просто Его Хорошо Возьму С собой Еду Наполню С собой Флягу И Пойду Дальше Может быть Дойду До шахты В этот Раз И В телеге Ещё Останется Место Так Хорошо Надо Что-то Столб Тут До сих пор Не построили Маркеры Эти Серьёзно Чё так Сложно Я Не верю Что Нет Ни верёвок Ни Ну Вообще Не верю Верёвок Можно Миллион Наделать И Сотня Есть Палок Палок Тоже 78 Есть Бездельники Я чувствую Что скоро Уже Кровавая Луна Начнётся Я хочу К тому Времени Блин А тут Ещё Ничего Не сделали Чем Вы Занимались Целые Сутки Меня Не было На базе Или Типа Шефа Нет Гуляем Да Ну Блин Кстати Можно Камни Пойти Позагружать Это У нас Вот В эту Штуку Можно Чуть Закинуть Хорошо Не Ну С другой Стороны У меня Строитель Один Сейчас Правильно Все остальные Чем-то Занят Нет Не все По-моему Погодите Два Строителя Ладно Где там моя телега Я пошёл Я надеюсь Будут полезными делами Заниматься Я думал Может быть Работу какую-то Да Задать Нашим Строителям А тут Оказывается Ничего Ещё Не сделано Кошмар Ну Где там Где там Поехали О Наш Новый житель Тоже Ночной Житель А ну-ка Да Приспособленность К ночи Это прекрасно Осенний Урожай Собирает Будешь У нас Стражником Ночным Казармы Это Наверное Казармы Дневные А нет Инга У нас Ночная А нет Не Ночная Казарма 2 Да Так Сюда Идёшь Работать Оружие Тебе Давай Меч И щит Так И Дом Длинный Дом Вот Сюда Тебя Всё Отлично А я Копаю Дальше А нет Не копаю Кровавая Луна Побежали Обратно Сейчас Бежать Будет Попроще У нас Дорожка Есть Тут правда Недоделанная И тут конечно Лабиринты Через лес Густой Но бежим Бежим Сейчас на дорогу Выйдем Там дело пойдёт Дорога у нас Где-то вот уже Дорога Хорошо О Инга Сражается И Наш Второй Стражник Тоже Сражается Кстати Мы ему Не поставили Ночной Режим Жизни Но Они уже Скелетов Там Разваляли Хорошо Дорога Тоже Вон Сейчас Будут Бить Всё Круто Нам Надо Ещё На две Смены Лекаря Сделать Во Время Когда Вот Да На беге Какие-то В принципе Лучше Чтобы Постоянно Был у нас Лекарь На дневную На ночную Смену Чтобы Стражники Когда Получат Ранение Убегали И Лечились А потом Снова Быстро Возвращались В строй Так Я уже Видел Где-то Там Вдалеке Полоски ХП Тут Конечно Не 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 Приятно Возвращаться Но Сейчас Хотя Б Стражники Нормально Защищают Территорию Может Быть Просто Повезло И Они Тут Где-то Рядом Как раз Патрулировали Где у нас Нападение С той Стороны По идее Тоже Да Как обычно А, вот тут вот, похоже Да, ууу Тут таки поломали Заборчик нам уже, ага Надо, наверное Где все большие А, тут есть бревна Ладно, одно не в счет, пожалуй Ну, наверное, сейчас рубануть немного Деревьев ради больших бревен С уроном по сотке, конечно, приятно стало Всем этим заниматься Так Сейчас Я, я доломаю Дерево все же А теперь пойдем ломать этого скелета Кто там еще? Стрелок Ровно одинаковые нападения Каждый раз Хреб Регенимся Строить заново Загрузим веревки Ну и ждем последнее нападение Все, прилечь решил Наконец-то хорошо Так Вот эти все деревья Я не рублю Я хочу подождать Наверное Может быть они вырастут Ой Это я зря Может быть они все же вырастут Чтобы мы Большие бревна Могли с них получить Блин, а еще да Я хотел же улучшить лесника А еще я хотел порт посмотреть Столько всего Столько всего Но первым делом Дорогу в шахту И этой дорогой реально Наши жители уже постоянно пользуются Потому что у нас И собиратель И добыча камня По дороге здесь Так Сейчас последняя волна идет По идее Там наш работник Склада пошел Собирать ресурсы Собирать ресурсы Так Ты на меня сагрился Иди забор бей А это лучник Тихо Кулаком конечно весело Но лучше топором Так Не бежим Не бежим Два удара Скелет Все Тут может быть дом В котором наши стражники Спали Поэтому Блин Поэтому они пришли Защищать здесь Территорию Все куда проще Кажется Да уж Так Давайте Новому нашему жителю Пропишем Ночной график Жизни Хорошо Пойду попью Возьму еды И снова в шахту Добрался таки До пещеры Дорога Готова Местами тут кривая Через лес Конечно Но Но готова И Прокопался я В открытую Такую Пещерку Я что-то не вижу Тут я спуститься могу Или тут обрыв Прям А факела У меня конечно же Нет Ладно Противников По прежнему Никого Нету Нигде Никаких Они должны быть Вроде как Растут в пещерах Круглый год Можно без всякого Риска есть Благодаря отличному Внешнему виду И доступности Они представляют собой Подручную И питательную Закуску От самой природы Интеллект Увеличивает Без Факела Тут конечно Ооо Там чужой Какой-то Обалдеть Сейчас мы До него Доберемся Я бы Может хотел бы Я не знаю Факел взять Или дождаться Может быть На рассвете Тут Будет Все-таки Светлее Сейчас у нас Что там Ночь Да Идет полным Ходом Но получается Вроде как Больше Некуда Пройти С этой стороны Из того Что я могу Тут видеть С другой стороны Мы нашим Этим Паучьим Чутьем Чувствуем А у нас Кажется Не чувствует Смотрите Что А Окей Окей Давайте мы его разделаем Это детеныш был Немного мясца И Вроде бы Все Так Давайте возьмем Сейчас Проковыряем Дальше Может быть Дальше Будут Еще более Страшные Противники Да Не детеныш Уже А мамка Например Злая Что мы Детеныша Убили Стоп Это камень Камень Нам не надо Еще немного Места Есть Так Тут красиво Много Руды А нет Это Много Камня Окей Ну это Первый Противник Реально Был у меня Так Боп Места Нет Хорошо Ну короче Проход Не прокопал Место Закончилось У меня И в телеге Возвращаемся На базу 76 День И да У нас уже К 76 Дню Наконец-то Есть дорога К шахте Не знаю Как долго Мы еще В шахте Сможем Копать Самостоятельно Но В любом Случа У нас В принципе Все Необходимое Есть Сейчас Чтобы Начинать Строительство Порта И посмотреть На корабли На лодочке Может быть На лодке Будет все-таки Бодрее Быстрее Сюда К шахте Плавать Но В любом Случа Мне поплавать Интересно Потому что Если брать Тот же Волхейм То Плавание Там Прям Неотъемлемая Очень Крутая Часть Игры И Там Это было Реально Интересно Здесь Это конечно Все Не так Будет Но Все равно Посмотреть Интересно Как оно Реализовано Еще Нужно Будет Охотникам Построить Такий дом Да И назначить Одного Жителя У нас Здесь Есть Вот эти Вот олени А где-то Здесь Зайцы То есть Если Нормально Будут сюда Бегать Наши охотники То У нас Появится Хоть какой-то Источник Кожи Я правда Не знаю Они все Такие Быстрые Как охотники Будут убивать Я из лука Например Скорее всего Не убил бы Ни зайца Ни оленя Потому что Может быть Опять же Навык Если да У них там До 60 Прокачивается В стрельбище Довольно быстро Может быть Если бы я тоже До 60 Докачал То Целиться Может быть Стало быстрее И удобней Но пока Конечно Да Не ахти О зайцы Всем нравятся Мои дороги Все по дорогам Теперь бегают Даже зайцы Ну что Они глупые С дороги Сворачивать Когда можно По дороге Бежать Так Практически Сразу Полное Хранилище Загрузил Руды Хорошо И Давайте Возьмем Мы теперь Три Камушка И пойдем Кого нибудь Еще вызовем Разгрузил Там камни Камни пока Бросил Вот здесь Тут их уже Поразбирали Хорошо Делом Заняты Наши Работяги Так Активируем Приспособленность К ночи Да Берем Это Березовых Бревен Блин Наверное Не появится Слушайте Наверное Все здесь Будет храниться Все равно Да Может 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 И не появится Ладно Но в любом случае Улучшим Как минимум Можно будет Сюда назначить Больше Жителей Да Давайте Глянем Трех Рабочих Значительная Прочность Вместимость Ну Меньше Уюта Отнимает Хорошо Блин Наверное Реально Да Вот Вот эти места Для Палок И для Бревен Что для Березовых Что для Таких Ну Ладно В любом случае Мы тогда Добавим Сюда Жителя Еще Одного Даже Мы Наверное Сразу Сейчас Добавим У нас Есть Вот Например Строитель Вот Этот И Пойдем Наверное Пораскидываем Еще Маркеры Для Добычи Дерева Блин А как Нам Тогда Хранили Еще Мутим Нам Просто Нужно Блин Точно Нам Просто Нужно Сделать Два Этих Самых Да Да И Все Дело Сделано Так Ладно Ну мы Переназначим Потом Тогда Я Тогда Сделаю Еще Одно Здание Для Рубки Дерева Дерева Где-то Может Быть Вот С Этой С Поместится Поместится Где-то Тут В принципе Поместится Че Че Вы Смотрите Идите Работайте Так Но мы Одно Все-таки Здание Улучшим А второе Поставим Наверное Просто Вот Таким Вот Я думаю Костер Мы Можем Разобрать А я Что-то Я реально Поначалу Надеялся Что у нас Будет Отдельное Складское Помещение Для Березовых Бревен И этих И палок Ну да Ну и на складе Точно так же Че я Если на складе Так же Че я ожидал Другого Результата Так И че Нет Места Мало Да Ладно Как раз Нормально О Блин Это не то Что я хотел Сделать Разобрать Я хотел Так Разобрать Разобрать Мелкий Заборчик Этот Мы Хотим Может быть Тут Поместится Если Не Поврубовать Ох Как Потемнело Резко Так Л Нажимаем Да Тут Помещается Я правда Ни хрена Не вижу Че там Куда Помещается Но вроде Помещается Ладно Давайте Угу Да И пошли Короче Сразу Наверное Маркеров Поставим Тут уже Вроде Эти Достроили Да На Вырубку Древесины Маркер Я наверное Поставлю Один Сюда Для Рубки Такого Дерева Надо Наверное Только Кью Нажать На Всякий Случай Или Лучше Самому И построить Сразу Не Заморачиваться Наверное Да Это Быстро Тут Кстати Тоже Куча Дерева Надеюсь Лесоруб Позабирает Все Когда Маркер Здесь Будет К себе На склад Просто Банальным Так Тут У нас Должно Быть Волокно Вот Здесь Да Куча Волокна А Это Значит Что У нас Есть Куча Веревок Которые Быстро Гниют И Не Доживают Там Я не Знаю Они По-моему За полгода Сгнивают Это Ужасно Как Минимум В инвентаре Если Носить А Так Может Быть Дольше Протянут Так На Несколько Маркеров У нас Как Раз Ресурсов Сейчас Хватает Давайте Достроим Быстренько Где-то Вот Наверное С этой стороны Уже Для березок Маркер Поставим Нужно Будет Все Дальше И Дальше Его Переставлять Ну Так Может Дело И пойдет Чуть Быстрее Чуть Лучше Все Так В Текущих Реалиях Игры Делать Назначать Отдельные Хранилища Отдельные Склады Для Каждого Типа Ресурса Это Наиболее Лучший Вариант С Учетом Того Что Мы Не Можем Контролировать Количество На Складах Мы Можем Менять Приоритеты Да Но Это Это Бессмысленная Фигня Вообще Так Давайте Мы Наверное Еще Вот этот Вот Заборчик Поломаем И Наверное Наверное Вот эти Тоже Поломаем Хотя У нас Тут Ну Вот Вот Рядышком Здесь Оставим Да Этот Еще Ворота Поломаем Эти Да И Вот Здесь Поломаем И Вот Этот Вот Сюда Кусочек Поломаем Все Остальное Все Оставим И Здесь По идее Можно Будет Еще Один Построить Алтарь Если Захочется Очень Сильно Но Пока Наверное Хватит С Алтарями А Блин Надо Еще За Соломой Немного Сходить Так А Вот И Наша Последняя Дамочка Пришла Давайте Мы Сейчас Закажем Еще Одного Жителя Кто Тут У Обращение К сырости К спирт По утолению Жажды Слабый Лесоруб Давайте Возьмем Слабого Лесоруба Но Богатыря Так И Смотрим Вот сюда Так Строитель Мы Тебя Сразу Загружаем Давай Вот такой Наверное Ночной График И Наверное Отправим Медвежья Сила Зимний Зимний Стрелок Окей Ну в принципе Неважно Во-первых Назначим В дом Так О Очки Уюта Все Понижаются И понижаются Да Так Ну еще Еще Понизится Немного Дальше Да Так И Мы Тебя Назначим Наверное В казарму На ночную Смену Вот сюда Мм Погодите У нас тут Есть Трое На ночной Смене В казарме Это Хорошо Точно Трое На ночной Именно Смене Хороший вопрос Чем мы тебя займем Тогда Так Давайте Сейчас Надо поставить На ремонт Но как минимум Сейчас Можно заняться Да Ремонтом Зданий И строительством Пока все равно Ночь Так Что там Где я гонюк этот Проклятый Нет огонька Этого Уже Вечно Тут Ходят Пугают Наших Работяг Из-за этого Огонька Сюда Не может За соломой Сходить Наш Рабочий Тут у меня Флаг Есть тоже На вырубку Дерева Того 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 Ж Строитель Из-за этого Не может Пойти Сюда Так Я все место Нет Не все Занял Хорошо Пошли За соломой Да Да Кстати Давайте мы Ночную Нашу Даму Вот эту Назначим На Ночную Смену В хижину Целителя И потом На дневную Оставим Да И Эти двое Здесь будут Постоянно На всякий случай Что бы ни случилось Чтобы у нас Всегда Были Целителя Если вдруг Какая-то Беда Придет И наши Стражники Будут воевать Там Да Их ранят И Они сразу Смогут Отправиться К Целителю Мне кажется Это будет Довольно Хорошо Так Кровать Достроят Давайте Мы ее Отключим Так И Надо Лесорубу Наверное Снова Вернуть Вот так Что по гвоздям Гвозди Должны Делать По идее А ну Гвозди В запасе И так Есть Так Надо Отключить Крафт Заготовок Если там Он у меня Еще стоит Сейчас Проверим Заготовок Наверное Надо Сейчас будет Посмотреть Еще на секундочку Что там С этим Делом Ага Не стоит Крафт Заготовок Хорошо Только Сейчас Посмотрим Для кирки Еще одна Есть Кирка Еще одна Тоже Есть Ну Пусть Еще Наверное Сделают Кирку Может быть Да Пусть Сделают Я не Против Так Окей Что У нас Через Четыре Минуты Еще Новый Житель Один Появится Солому Надо Разгрузить Можно Сюда Ее Пока Скинуть Десять Штучек У нас Есть Так На ночное Патрулирование Я решил Поставить Отдельно Каждого Из Наших Стражников На отдельный Маршрут И Патрулирование Идет По Одному Маршруту Одного В обратную Сторону У другого И Немножко По другому Получается У третьего Казарма В последнюю Очередь Так Чтобы Они Чуть Чаще Проходили По всем Этим Точкам Маршрута Да То есть Хотя бы Чтобы Один Где-то Там Пробегал Рядом Когда Нападение Будет А может Быть Там Дождемся Да И Второй Подбежит Уже Будет Хорошо Вот И Точно Так же Надо Будет Сделать С Дневным Патрулированием Вот Это Только Ночной Наладил Сейчас С дневным То же Самое Сделаем Так Тут У нас Можно Веревок Докинуть И Как раз Строительство Будет Закончено Можно Будет Сюда Рабочего Отправить Да И Пришел Уже Новый Житель Давайте Сейчас Еще Одного Нового Закажем Пока Я Всем Этим Занимался Тут Метки Патруля У нас Не Вода Закончилась В колодце И Здесь Вода Закончилась Хорошо Что У нас Есть Еще Колодцы Все Таки Надо Наверное Еще Может Построить Этих Дожди Сборников На всякий Пожарный Так Да Идем Сейчас Нового Жителя Закажем Так И Потом Подумаем Подумаем Над Дожди Сборниками Но Нужно Сначала В любом Случа Патруль Настроить Дневной Так Ну-ка 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 У-у-у Руна Берем Хорошо У нас Много Ночных Жителей Прибавляется Это Меня Определенно Радует Так Сколько У нас тут вообще еще поместится Еще трое То есть Еще один после После вот этого, да Который придет к нам Ночной товарищ Хорошо, ладно Сейчас я с вот этой вот казармой С дневной разберусь Чтобы у нас патрули были получше И Ну мы тебя сюда отправим Да, это у нас Товарищ Много ест, много пьет Ну да ладно Так, загрузить У тебя дневная смена Может быть даже тебя на вторую дневную смену Чуть-чуть сдвинутую дневную смену поставим Чтобы тоже патрулирование может быть было Для разнообразия поинтересней Так, тебе оружие Может быть давайте щит дадим А то тут у нас На дневной смене Одни громилы Здесь Мы наверное все вот это уберем И внутренние мы патрулировать Наверное метки вообще не будем И начинаем с первой казармы Здесь часов пять Мы наверное тренируемся Дальше у нас идет Отсюда Отсюда по-другому надо Так, сейчас Сейчас подумаем Отсюда надо Я с этой казармы И тут у нас десятые и девятые точки патруля Здесь ближайшая пятая Пять Шесть Семь Десять Девять Восемь Как-то вот так у нас будет Да Пять Шесть Семь Десять Девять Восемь Выбираем только одну Зельду К примеру Так Потом Ингу Можем точно такой же маршрут Пять Шесть Семь Десять Девять Восемь Ингу И казармы Первые Часов пять На тренировку Хорошо Сохрани Почему Инга сюда не назначилась Я ее убрал там случайно Где-то кликнул Наверное Так И Вот этому товарищу Тоже казармы Пять Часиков на тренировку И теперь наоборот Восемь Да в принципе Наверное Тут не важно Лишь бы как-нибудь По-другому он ходил Да Чтобы Перекрестное Патрулирование У нас было Потом Десять Семь Шесть Пять Хорошо Чего все тут Выбрались Опять Стоп Стоп А казарма Где Что происходит Казарма Пять часов На тренировку Восемь Девять Десять Семь Шесть Пять Да О Как-то так Перекрестное Патрулирование Тут уже Воду все Повыпивали Надо построить Больше этих Поилок Самое Да Интересное То что У нас Сейчас Двадцать Там Чем-то Процентов Двадцать Три Процента Наших Строений Беззащитны То есть Все равно Нужно Нам Делать Внутренний Патруль Хотя Он и не Нужен Когда у нас Внешний Есть Ну ладно С этой Стороны У нас Не актив Какой внешний Патруль Там Но все равно Значит Нам надо Еще одну Строить Казарму А потом Если захочется Еще пустить Патруль По вот этому Маршруту То надо будет Строить Еще одну Казарму Я правда Не знаю Будут они Успевать За день Пробегать Этот маршрут Или нет В теории Просто Чтобы Нашим Этим Безопасно Работалось Собирателям Которые Туда Ходят Нам В любом Случае Да Строим Еще одну Казарму Я именно Казармы Строю Мне Стрельбище Не шибко Понравились Поэтому Давайте Вот здесь Еще одну Размещаем Так И сколько Там 30 секунд До прибытия Нового Жителя Надо На Сбор Дерева Отправить То есть Получается Один На сбор Дерева Нам Надо Еще Один Дом Строить Да Еще Один Длинный Дом Где бы Его Разместить Так Ну-ка Стой Пока Я тебя Словил Давай Посмотрим Это Как раз Товарищ У нас На ночную Смену Но Мы Его Пока Отправим На ночную Смену Работать Да В хижине Лесоруба Так И Теперь Здесь Мы Ставим Высокий Приоритет На Березовую Всякую Фигню Отключаем Палки В принципе Можно Длинные Палки Точно Отключаем Бревна Точно Отключаем Смола В принципе Пусть Собирает Да Вот это Все Место У него Для Всего Этого Дела Есть Если Тут Рядышком Будет Где-то Пусть Загружает Себе Склады Но Нам Надо Именно Березовые Бревна Чтобы он Сюда Сгружал Обязательно Так И Давай Тебя Тоже В дом Пропишем Так И Ночной Тебе Режим Поставим В принципе Вот такой Ночной На два Пойдет Так И Можно еще Одного Жителя Взять Но Нужно За камнями Сходить Еще Будет А Еще Давайте Насчет Досок Посмотрим Пять Соломы Погодите Погодите Пять Соломы По-моему Я Загружал Нет Ее Израсходовали Видимо Нужно Было Больше Скорее Всего Ладно Я схожу Сейчас Еще За Соломой Быстренько Тут Надо Тоже Наверное Еще Подровнять В принципе Можно Сделать Поселение До Воды Оградить Всю Эту Территорию До Воды И У нас Будет Еще Куча Места Для Строительства Раз Переезжать К Шахте Мы Скорее Всего Уже Не Будем Потому Что В этом Смысла Нет Раз Шахта Все Таки Не Бесконечная То Наверное Можно Да Оградить Территорию До Воды Себе Будет Но Это Немножко Попозже Сейчас Пока Надо Наверное Все Таки Еще Один Дом С Дополнительными Жителями Чтоб Все У нас Хорошо Работало Больше Патрулей Чтоб Всякие Твари Хищные Дикие Монстры Чудовища К нам Не приходили А если Приходили Чтоб Сразу Были Наказаны Ну И Да Нам Надо Внутреннее Патрулирование Тоже Организовать Это Конечно Жалко Немного Ну И Наконец То У нас Вроде Как Достраивается Так Сейчас Может быть Вот После этого Ремонта Будет Достраиваться Уже Ну Куда Давайте Куда Куда Ты Ну Можно Достроить Было Камон Ладно Хрен С тобой Я Сам Дострою Большой Дом Лесника По-моему Тут Слочков Тоже Больше В хранилище Стало Дров Можно Будет Больше Загрузить И Всего Остального Но Так Та Да Ничего Особо Не Поменялось Да Но Это тоже Нужно Но мы Теперь Можем Заняться Уже Наверное Да Смело Портовой Частью Нашего Поселения Рабочие На Лесозаготовки У нас Есть На дневную На ночную Смену На березу На Пихту Да То есть Должны Потихонечку Дерево Собирать И Вон Там По-моему Рабочий Склад Да Несет Бревно Да Со Складом Тоже Лучше Конечно Разделить Пожалуй Но В любом Случа Пошли Наметим Себе Пристань Посмотрим Как это Будет Работать Давайте Сейчас Б Верфь Маленькая Такая Верфь Тут Конечно Так Камни Вот эти Блин Нам тупо Все портит Походу И от них Избавиться Мы не можем Что самое Печальное Серьезно Блин Реально А где мне Верфь построить То если Везде Камни И Верфь то Не маленькая Такая Вот Там Может сюда Поместится Нет Пока Мне мешают Нам надо Вот так Вот ее Строить Аж Аж Здесь Но Сейчас Я ее Наверное Строить Тут не хочу С этой Страны Мы Подождем 11 дней Может Все таки Получится Ее Куда То Всунуть Блин Конечно В играх В таких Вот Песочницах Где Все Завязано На Добыче Ресурсов На В какой-то Степени Изменение Ландшафта Когда Нельзя Убирать Какие-то Дурацкие Камни Это Вообще Так Печально Да Просто Уничтожить Хотя Бо Да Ресурсы Фиг С ними Если Это Какой-то Песчаник Из которого Толком Ничего Не Построишь Да И То Можно Было Быть Нормальный Песчаник Из которого Можно Было Что Строить Ну Блин Серьезно У нас Реально Только Вот То Одно Место Вот Тут Можно Было Сунуть Кажется Вот Тут Это Так Далеко И Кровавая Луна Так Хорошо У нас Графики Нормальные Должны Быть Сейчас У Наших Стражников Поэтому Все Должно Быть Хорошо Ну И я Тут Рядышком Так Что Проблем Не Будет Надо Только Пойти Попить Блин Вот Переехать На самом Деле Хочется В какой-то Степени Просто Даже О Уже Сражается Стражник Наш Просто Даже Для Того Чтобы Более Грамотно Построить Все Когда Мы Уже Знаем Что Там Где Куда Сколько Места Занимает Примерно Плюс Минус Где Что Лучше Строить То Конечно Да Можно Было Было Складов Организовать Куда Куда Я Иду Почему Я Решил Что Нападение С той Стороны Когда Вот Там Нападение У нас По идее Ночной Лекарь Зато Есть Если Что Работает Работает Если Наших Стражников Ранят То Ну Смотрите Красота Какая Они Пойдут Похилиться А еще Я подумал Насчет Вот этих Вот Меток Не будут Ли их Ломать У них Вроде Прочности Нет Да Как Таковой Поэтому Наверное Не должны Ломать То Я Так Это Перед Нашим Поселением Строю Может Не стоило Но Вроде Норм Вроде Норм Раз Прочности Нет Значит Не Должны Ломать Ну Все Последняя Волна Только что Была Отбита Практически Без Моего Участия Я тут Себе Дорогу Строю У нас С этой Стороны Поселения Дороги Нет Прям Прям Хорошо Перекрестное Патрулирование Да Вполне Себе Хорошо Работает И Хотя бы Один Стражник Да Но Периодически Все же Приходит Так Я собрал Еще немного Камней Давайте Вызовем Еще Жителя Одного Еще Еще На Одного Хватит Но Второго Пока Вызывать Не Будем Можно В принципе Взять Лесоруба Вместо Вот этого Ночного Товарища Поставить Дневного Нам В принципе Все равно Когда лесоруб Будет Работать Днем Или Ночью А на Ночную Смену Может быть Лучше Стражника Еще Одного Добавим Больше Толку Будет Мне Кажется Так Хорошо Я Вот Че Понять Не могу Почему Мой Строитель Где Она Вообще Делась Не Может Уже Второй День По-моему Построить Вот эти Вот Поилки Вон Она Бегает Собирательница Ура Можно Отдохнуть Может У нее Мотыги Нет И она Не хочет На склад Пойти Взять Ее Надо Проверить Мы Можем Кстати Просто На нее Кликнуть Вот Так Да И проверить Нет Она Строитель Но Почему То Никак Не хочет Заниматься Строительством Вон Смотыгает По-моему Она Бегает Да Да Нет Это Не Она Вот Она Наверное Давайте Подождем Посмотрим Чем Она Занята У них Днем Час Перерыва По-моему Всего Лишь Этот Час Должен По-идее Закончиться Пора Кое-что Построить Что Ты Будешь Строить Покажи Мне Это Тут Мертвые Эти Всякие Скелеты Драугры Лежат Взяла Бревно Она Или Ремонтом Занимается Или Где-то Что-то Строит Что У нас Не Отмечено Но Почему Она Вот Да Надо Отремонтировать Дом Я Согласен Но Блин Почему бы Не построить Поилки Вот эти В чем Проблема С ними Мотыга У нее Точно Есть Казалось Бы В чем Проблема Взяли Да Построили Там Вон Казарма Тоже Территория Не Выровнена И она Этим Не Спешит Заниматься По Какой-то Причине Сначала Я подумал Может быть Мотыги Нет Но Мотыга Есть А потом Я подумал Может быть Слишком Близко К другому Зданию И она Типа Не Понимая Что Надо Сделать Из-за Этого Но Это Как-то Странно Посмотрим Может быть Так Она Справится По идее Там Палки Всякие У нас Есть Все Что Нужно Для Строительства Все Должно Быть Ну Там Вон Да Длинная Палка Уже Загружена Одна И Одна Такая Палка Да Ну Работа Идет Что-то Не знаю С Выравниванием Не Сложилось Так Хорошо На то Что там Посажены Растения С другого Сезона Мы Внимания Не Обращаем Я наверно Не буду Пересаживать Да На Это На Свеклу Нам Нам Она Не Надо Пусть Тут Четыре Тайлика С ягодами Будет Пусть Они растут Себе Да И Все Не Будем Тут Заморачиваться Так Но Нам Надо Подумать Где Мы Можем Еще Разместить Один Длинный Дом Все Так Сейчас Пока Еще Длинный Дом Построим Наймем Еще Жителей И После Нападения Уже Наверное Будем Строить Порт И Уже Немножко Дальше Окружать Территорию К Воде Так Наверное Будет Лучше Всего Ну Я Конечно Могу Длинный Дом Построить Здесь Ну Вообще В принципе Вот так Вот Получится Вполне Ничего Вот Вот так Под крышей Получается Наш Камень Призыва И Колодец И Здесь Место Есть Чтобы Пройти Вот Сюда Но Мы Вот Это Еще Разберем Все Таки А здесь Можно будет Дорогу Сделать Как раз Вокруг Дома В принципе Нормально Чуть Чуть Теснова Чуть Более Тесно Чем Мне бы Хотелось Я вот Так Вот Сказал Но Пойдет Пойдет Пусть Наверное Казарму Там Построят Первым Делом И Еще Один Длинный Дом Еще Получается На Восем Жителей У нас Будет Нам Че Надо Одного Лекаря На Дневную Смену Нам Нужны Охотник Охотники Может быть Да Несколько Запросто Нам Нужен Рабочий В Порт Когда У нас Порт Этот Будет Плюс Пара Стражников Еще Как Минимум Может Быть Нам Этих Восьми Уже И Хватит Чтобы Все Профессии Нормально Обеспечить Всю Работу Может Быть А Может Быть И Нет Кстати Еще Что Стоит Сделать Это Чуть Получше Настроить Заказы У Нашего Плотника Столбы И доски У нас Всего Хранилища На Шесть Штучек Если Оно Забито То Не Делается Больше Ничего Поэтому Нам Надо Оставить Две Ну Видимо Две Доски Так Что Там Еще Раз Было Да Столбы И Доски Столбы Можем Два Столба Досок Больше Я даже Не знаю Чего Нам Больше Нужно Обычно Ну Короче В общей Сложности Было Шесть Штучек Я Пробовал Просто Забрать С этого Склада Столб У нас Тут Как раз Шесть Столбов Было И Думаю Ну Скину Просто Столб Сюда На Землю К примеру Ну Что Плохого Будет Столб Лежать Себе Никому Не Мешает Освободиться Место На Складе Будут Доски Делать Наши Наши Плотники И тут Врывается Лесоруб И разбирает Этот Столб На Дрова Одним Легким Движением Топора Я Просто Офигел Это Был Прям Да Удар Ниже Пояса Березовый Обработанный Столб Просто Прийти Разбить На Дрова Кто Кто Это Придумал Кто Этот Бред Запрограммировал Для лесорубов За что За что Игра Так Что-то у нас Вредное Это Не любят Там Холод И Да Зябкость И Сыр Ооо Вот эта Комбинация Не очень Приятная Конечно Железный Желудок Но Мы тебя Что Мы тебя Просто На Дневную Смену Ой Стоп На Простую Дневную Смену И Вот В этот Дом Тебя Записываем Мы Тебя Сделаем Тогда Будешь Возле Костра Здесь Греться На Дневную Смену Будешь У нас Целителем Лесорубом Да Не хочу Тебя Делать Что-то Что-то Не Хочу Все 8 Жителей У нас Есть Итого 100 Уюта Получилось Из-за Штрафа Тесноты Так Хорошо Давайте Нет Мы еще Одного Не вызываем Подождем Подождем Когда У нас Будет Близиться Уже К концу Строительства Длинного Дома Тогда Тогда мы Вызовем Еще Одного Можно Пойти Камни Скинуть Пока А Кстати Мы Наверное Не Знахарям На Дневную Смену Его Все Таки Сделаем А Стражником Он Стражником Будет Получать Бонусы А Ну Пока Можно И Знахарям В принципе Сделать Да Бонусы К счастью И это Будет Компенсировать Его Штраф К этому Отсутствует А Я Свою Мотыгу Сломал Штраф К Взябкости Сырости И всему Остальному Это будет Хорошим Решением Так Достраивается Казарма Ладно Не достраивается Еще Но Сейчас Достроится Тут У нас Есть Стройматериалы Для всего Этого Дела Так Это у нас Береза Это не Береза Палки Может быть Не получится Подобрать Сразу Много У нашего Строителя Хотя Они вроде Собирают Короче Я закину Я закину Бревно Не могла Взять Да Камон Дурында Типа Палки Несет Такая О А тут Уже Все Есть Пойду За бревном Да Ну все Еще Одно Бревно Она Закинет И в принципе Тут Готово Куда Она Делась Блин Перерыв Что Ли Да Перерыв Палки Тоже Бросила Ну ничего Перерыв Закончится Тут Все Будет Готово К строительству Уже Надо Просто Не забыть Назначить Сюда Этого Нашего Нынешнего Знахаря С дневной Смены Чтобы он Был Более Довольный Жизнью Своей Так Вот Этого Товарища Назначаем Дадим Ему В принципе Можно и Двуручник Оставить Так И Нам надо Получается Что у нас Казармы Три Да Здесь Ты будешь Тренироваться Часа Часов В принципе Тебя можно Потренировать И дольше У тебя Не то Чтобы там Сильно Много Времени Нужно Будет Да Давай Десять Часов Пойдет За день И Ты Идешь На метку Патруля И на метку Патруля Два И Три Так Видимо Эти метки Слишком далеко Разбросаны Давайте посмотрим Сейчас Создадим Пока И посмотрим Во первых Да Все Уже Все Наши Строения В безопасности Метка Метка Патруля Нас Интересует Три Ага Вот это Вот Да Два Три Два Три А где у нас Первая Вот И просто Да Так Значит Казарма Потом Вторая Потом Третья Потом Наверное Первая Давайте Посмотрим Казарма Или можно Начинать С Второй Вторая Потом Казарма Потом Эта И потом Третья Все равно Далеко Да Выходит Из-за того Что бегать Долго На Второй Маршрут Да Не Я думаю Все равно Пойдет Пойдет Там Будешь Успевать Не будешь Это в принципе Не столь Важно На самом деле Нам Этот Патруль Больше Нужен Для того Чтобы Безопасность Была В домах Так Тут По нулям Тут По нулям Но Тут Хотя Бо Можно Попить Хорошо Я делаю Еще Дополнительные Поилки Побольше А то Что там Народу Много Становится Да Пьют Много Поэтому Надо Добавить В разных Сторонах Поселения Обязательным Так И Надо Теперь Уже Меточку Поставить Вот Сюда Будем Загружать Эти ресурсы Тоже Странная Какая-то Фигня Происходит Была Уже Наверное Вторая Или Третья Надпись Что Типа Ветхие Перчатки Предмет Выброшен Вот У нас Тут Целая Куча Перчаток Которые Почему-то Выбрасывают А Тут Они Есть Да Здесь Нет Я Наверное Вот Так Вот Сделаю Свои Доносить Чтобы Ну Это Странно Как-то Выглядит И Там Кроме Перчаток Что-то Еще Выкинули Капюшон Я Я Себе Это Возьму Тот Капюшон Я Надеюсь Кому-нибудь Там Пригодится Что-то Вот Они С Этим Выбрасыванием Предметов Что-то Что-то Не то Что-то Не то Ну Хотя бы Вот Тут Будет Храниться Я Надеюсь Это Исчезать Не будет С этого Манекена Блин После выхода Из игры А запросто Может Ну Посмотрим К сожалению Наши Жители Телегой Пользоваться Не умеют Она 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 Прям Очень Помогла Быть Тем же Плотником Да Потому Что Им Таскать Березовые Бревна С другого Конца Поселения Не Очень Весело Да И Потом Эти Обработанные Бревна На склад Тоже Таскать То Ну Все Это Не Очень Хорошо Так Мы берем Сейчас Загружаем Тогда Сами Ручками Шесть Вот этих Вот бревен Это у нас Сколько Мимо Пять Получается Можно еще Взять Большое Одно И пошли К плотникам Отвезем Эй Ну Ресурсы С телеги Забирать Они могут Все нормально Вот Тоже Так Но Практически За ночь Да Я Загрузил При помощи Телеги Все Что нам Нужно Было Для первой Стадии Строительства Этого Длинного Дома Сейчас Загрузим Сколько Тут помещается Шесть В принципе Неплохо Можно Можно сюда Еще Четыре Принести И Чтобы туда В холостую Не ехать Заберем Вот Эту Одну Штучку И Может быть Сразу Еще Одну Штучку Подождем Да Так Ну и я Сразу Строю Чтоб Не ждать Строителя А то у нее Перерыв Еще 15 Минут Я за это Время И построить Успею Так Загружаем Веревки Вот И Я за соломой Видать Да Я за соломой Вместе С телегой Мы нагрузим Солому И в себя И в телегу Своими делами Слышу Тревога Ну думаю Опять эти Драугры Там да Очередная Кровавая Луна Все дела Ну думаю Ну справятся Наши стражники Че я Че я А тут Нет Тут Мишаня Снова к нам Пришел Да Отстань ты от меня Бей ворота О Надо было Кстати Закрыть их Быстренько Так Я ему Кажется В любом случае Больше урона Наношу Чем он Мне Но Надо Отойти Можно В принципе Еще сгонять Поесть Пока он Башенку Там ломает О Нет Может быть Не стоит Ладно Давай 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 Опа Вот он Наш первый Убитый Медведь Ну слушайте С железным топором Конечно На изи Вообще О Наши стражники Бегут Такие О Что там Что там Было Ничего Все нормально Все нормально Еще Кстати Мне в комментариях Подсказали Что можно Разделывать Вот так Что намного Быстрее Получается Сколько Тут Всего А у меня Я солому Выгрузил Уже Все Хорошо Так Мелкие Шкурки Еще Мелкие Шкурки Костя Если кому Надо будет Из этих Наших Мастеров Так Отлично Изи Мишка Вообще Прям Халява Где у меня Все эти Шкурки Лежат Вот здесь Да И можно Вот так Вот сделать Перья гниют Все хорошо Так Как дела У нас С Досками С вот Этими О Есть Две Штучки Отлично А телега Моя Возле Дома Там Стоит Ага Так Ну вот Мы уже Готовы Достраивать Еще Один Длинный Дом Не готовы Да Так Вот Достраиваем Хорошо Делаем Тут Несколько Кроваток Сразу Как мы С этой Стороны Да Их Размещали Я думаю Что Точно Так же Сделаю Как и В прошлый Раз Почему Притык Не Получается А Мы Хотели Да В прошлый Раз Так На Один Тайл Ближе Сюда Начинать Так Так И теперь У нас До конца Получается Так Это Шесть Кроватей Семь Кроватей Вот Так Вот Сделаем Наверное Сейчас Посмотрим Хранилище Дров Вот Так Так Хорошо И теперь Делаем Тоже Перекрытие Капелька Но все же Небольшой Бонус К уюту Идет Ну и Теперь Можем Уже Еще Одного Жителя Вызывать Неутомимость Садовод Волнение Из-за Буря Давайте Ее Посмотрим Так Кровать Уже Готова Одна Окей Надо Наверное Все-таки За соломой Еще разок Сходить Чтобы уже На полный Дом Была Соломы И потом Можно будет Ехать Еще За О Тут Все Поломано Блин Ехать Можно будет Короче Еще За Кровью Йотунов Так Ну Хорошо Да Мы этим Наверное Уже будем Дальше Заниматься В следующей серии В следующей серии Что там 7 дней До нападения Ну Мы еще Наверное Немножко Стеночки Построим Будем Дожимать Стенки До Воды Наверное Там Уже Будет Видно И После Нападения Начнем Уже Смотреть На Этот Самый На Кораблики Хочется Кораблики Посмотреть Все же Ну а пока Что Всем спасибо За просмотр Всем пока И увидимся В следующей серии Субтитры